Последняя игра сегодняшнего игрового дня, и это последняя игра первого круга чемпионата мира 2018 года в групповой стадии. Ага, видите, с первого раза в это рассказал, потому что разговаривался. Ну что ж, Кэтер Ростерсы против Эдуардов сейчас будут играть. Эдвард Гейминг выпускает на эту партию Клирлава, человека, которого они вообще не собирались выпускать на чемпионате мира. Но вот это интересно, как произошло. Давайте мини-предысторию. Если верить английским комментаторам, если верить Фросткуринге, если верить как раз-таки Папа Смитти и всем остальным, Клирлав был заявлен на чемпионат мира как второй джанглер команды Эдвард Гейминг, и основу должен был играть Хару. Хару выпущен был в второй игровой день в плей-ин стадии, и вроде в плей-офф матче он тоже сыграл одну партию против как раз-таки японцев. Но вот Клирлава выпустили в первый игровой день, и он показал невероятно классную игру, стильную, молодежную и надежную. Что самое главное, именно надежность нужна команде Эдвард Гейминг, и сегодня они эту надежность вытащили, потому что Хару явно играл не уверенно. Но кто-то скажет, ну и что особенного, выпустили-выпустили второго джанглера, а особенно то, что это сделали фанаты, ребят, ну или фанатки, ну или фанаты в костюме фанаток, я не знаю. Они пришли к буткемпу команды Эдвард Гейминг, и на стене налепили гигантский плакат 5 на 5 метров, на котором было написано, выпустите на чемпионате мира Клирлава. Пожалуйста, ублюдки, мать вашу, я вас в рот... ну вы поняли. Там дальше было что-то непереводимое, на китайском написано, а вот сверху было на английском написано, let play Clear Love in Championship. Кто не знает, команда Эдвард Гейминг постоянно приезжала с Клирлавом на чемпионаты мира, он уже неоднократный здесь участник этого мероприятия, и всегда выступает именно на чемпионатах мира дико хорошо. Но из-за того, что Клирлав в этом году почти не играл в команде Эдвард Гейминг в основе, там, ну, на пальцах можно посчитать количество игр, которые он сыграл в регулярке чемпионата ЛПЛ, все были уверены, что его не выпустят вообще, потому что Хару вроде уровень игры такой невероятный поднял. Но вот, видимо, Хару действительно не готов пока к чемпионату мира, и Клирлаву доверяют именно в этой главном самом противостоянии выйти в основе. Вот эти команды одержали две победы над своими соперниками, 2-0 к этой ростерсы идут, 2-0 идут Эдвард Гейминги. Много нам тут в перерывах рассказывали про команду Team Liquid, как обычно, хайп поднимали, дабл лифт сыграл в свое, сразу отбегал вообще идеально. И к Смите интервью там давал, который сказал, что мы тренировку проводим после каждого матча, мы матчи смотрим, учимся на своих ошибках. А кто вам мешал учиться раньше? То есть, что вы уроки прогуливали? Почему вы учиться начали прямо во время матча чемпионата мира? Ну ладно, если они действительно сделают камбэк, как они сделали это на MSI турнире, помните, тогда они первый круг стартанули со статистики вроде как 0-3, закончили 6-4 и на тайбрейках победили команда Team Liquid, а прошла тогда следующий круг, то я не против. То есть, молодцы, если они свою игру будут показывать. Пока со стороны мне показалось, они немножко беззубо сыграли против Мэдов, можно было чуть-чуть поактивнее подействовать в как раз таки мидгейме, а не доводить игру до 40-й почти минуты. Но, опять же, это мандраж перед первой победой, скорее, или третьим поражением на чемпионате мира. Там дальше пошло сообщение теоретическое, ясно, в случае невыпуска Клерлава. Счет был 4-6, подсказываю. Но они с 0-3 стартанули, я помню, они там камбэкнули хорошо, потому что, казалось бы, шансов вообще выйти не было из группы. За кого болеешь? Я болею за, наверное, команду все же Эдвард. Именно Эдвард, потому что у меня есть свои нелюбимые команды, и среди нелюбимых команд я не могу сказать, что Катер Остерсы будут любимы. А вот Эдварды мне нравятся в чемпионате Китая, и получается, что именно к ним у меня симпатия, сердце лежит. Но при этом, вы видели, я их в рейтинге поставил все равно ниже команды Тим Ликвид, потому что мой мозг говорил, что команда Тим Ликвид выглядит очень сильно. И они вроде должны побеждать Эдвардов. Но не смогли. Вчера не смогли. Смогут ли через два дня? Посмотрим. Ну, а сейчас команде Катер Остерсы придется придумать Юкалу, чем ей удивлять скаута, потому что скаут для меня по-прежнему лучший медленер этого чемпионата мира. Пока они не встретятся с Капсом. Хотя Капс проиграл Руки. И, может быть, лучшим игроком чемпионата мира стал Руки неожиданно. Сегодня Руки тоже одержал победу, но там особо ничего ему делать даже не пришлось. Игра выигрывалась и без него. 20 минут всего лишь партия шла. Да, там, это ерунда. Так что сейчас вот для меня, наверное, 4 все же медленера я выделить могу. Это Юкал, это скаут, это Капс, это Руки. Но Капс проиграл партию в контрпик, играя за Свейна против Синдры. И там еще Джанглер не помогал вообще. То есть можно было бы даже за Свейна выкрутиться, если бы Джанглер помогал. А там еще и наглая Синдра была без Клинса, с Игнайтом. И раздавила она очень хорошо его. Что касается Юкала, он пока играл против только слабых коллективов. И вот сейчас мы посмотрим, как он будет выглядеть хорошо. Если ему будет соперник даже агрессивный против него будет играть. Сможет ли он сыграть хорошо? Посмотрим. Тренер сам все пикает или спрашивает у игроков, что лучше взять. Можно сделать предположение, что у каждой команды по-своему. Но насколько я понимаю, в профессиональном Лиге Легенд, а профессиональная Лига Легенд, это вот то, что мы сейчас с вами смотрим, игроки ничего не выбирают себе. Тренер им и это выбирает. Они могут сказать, что я лучше сыграю на этом чемпионе. Ну так, подсказать трейдеру. Ну это как, знаете, трейдер скажет, идешь пробивать пенальти. А он говорит, трейдер, тренер, я это Голландии никогда в жизни не забью. Че это ты не забьешь им? А ну иди пробивать пенальти. Ну и усы надо идти сбривать после этого. Но усы не сбриваются. Ну так вот. Так и здесь. Они могут сказать, что он сыграет плохо, предупредить и так далее. А тренер делает какие-то поправки из-за этого. То вот я слышал, что в СНГ почему-то игроки себе выбирают чемпионов. И мне не понравились разговоры Дженсона, который именно против японцев сам себе выбирал тоже чемпионов. Потому что против японцев, когда брали у него интервью, он сказал, я не знал, что мне взять против Зигса. И я предложил взять мне Ирелию. Ну хотя, может быть, это было связано со специфичным чемпионом Зигсом. И Риппер просто сказал Дженсон, что ты хочешь против Зигса? Которые струсы взяли себе Заю. Зая, конечно, будет не на топлейне, а для Дефта. В этот момент Эдварды подумывают сыграть контрпиком к Зая. Кто не знает, это Тристана. И лакинить ее надо, я думаю. Это они и делали. Плюс Рею взяли Акалия. Забанен у нас Атрокс, но Ургот остался открытым. Но Ургот считается номинально в контрпике против Акалии. Вообще, когда начинался чемпионат мира, я больше чем уверен был. И даже, по-моему, пару раз вам это говорил. Я говорил, что мы будем в камень-ножницы-бумаге на топе играть. Либо будем смотреть просто баны этих трех чемпионов. Акалия, Атрокса, Ургота. Потому что Ургот доминирует Атрокса в начале игры. Атрокс доминирует Акалия в начале игры. А Акалий доминирует Урготом в начале игры. В тимфайтах Ургота всех побеждает, это понятно. Но у Атрокса шикарный сплитпуш. А у Акалии шикарный ассасининг. То есть, если у оппонентов есть кого ассасинить, то Акалий с этим справится. Вот так вот я думал. Но мы увидели на чемпионате мира Акалии только на миде. А Ургота с Атроксом в противостоянии мы видели часто. Но оно как-то вообще без шансов всегда заканчивалось в пользу Ургота. Ну, кроме там пары встреч, где сам по себе Атрокс был индивидуальный игрок сильнее. Кстати, у Атрокса винрейт такой же, как и у Грагаса. И хоть мы и видим его баны, но я не удивлюсь, что если его сейчас оставят открытым, никто не захочет его брать, а захотят лучше взять Ургота. Все же у Ургота под 70% винрейта, а у Атрокса под 25%. Не очень приятная такая ситуация. Что за три мужика в капюшонах с шарами? Это какие-то символы Риутов? Ну, вообще-то самунеры, призыватели. То есть, мы с вами. Но Риуты сами отказались от этой идеи, так что есть предположение, что это просто куклус-клановцы, три мужичка там затесались в Корее. А возможно, это три любви Риутов там стоят. Это феминизм, ЛГБТ-визм и расизм. То есть, вот эти вот три вещи там стоят вместе. Знаете, как это есть? На трех столпах держится Лига Легенд. Это феминизм, расизм. И вот, а как заменить ЛГБТ-визм? Какое есть слово-то? Блин, что-то знакомое вылетело из головы. Ну, сейчас кто-нибудь чатика напишет. Масоны. Или масоны, да. Про масонов что-то я не подумал. Не-не-не-не-не-не-не-не. Там тоже изм. Толерализм. Блин, там толерантность должна быть. А с измом нет окончания, да. Толерантность только получается. Да, грустно как-то. Было бы идеально, если бы там был толерализм. Но такого нет слова, к сожалению. Но будет в нашем. В нашей фантазии будет. Бисексуализм. Ну, хотя бы изм есть здесь. Сексуальный меньшевизм. Сексуальный меньшевизм мне нравится. Опять Галлио. Опять Галлио? Да, Галлио опять. И Галлио был забран здесь, чтобы Эдварды не получили себе комбу. Как видите, потому что они своего Мидора не показали до последнего. И Мидор мог бы быть Галлио у команды Эдвард Гейминг. Хорошо усиливающий и Акали, и одновременно с этим Ноктюрно. Тем более, что Галлио классно работает против Акали в тимфайтах. Кэта Ростерса решили урвать себе его в начале игры. И в итоге получилось у нас, ребят, Кэта Ростерсы. Взяли Ургота на топ. Ксинджао влез Галлио на мид. Такой интересный сетап мидгеймовый джанглера, топера и мидера. И при этом хорошего лидгейм чемпиона Кайсу. Но по факту это 4 танка и адекерри. Где сплитпушить не получится, а придется тимфайтиться. А вот команда Эдвард Гейминг, мне кажется, набрала контр-пиков. У них будет явно играться сетап как 3-1-1 в начале. Где будет пытаться изо всех сил Акали подпушивать. И тоже Азир будет пытаться сдерживать Галлио где-нибудь. Я искал Шайу. Кайсу, Кайсу. Была хоть одна игра без этого Ургота. Нет. И без Атрокса тоже не была. Атрокса либо в бане, либо пикается. Подождите, как я все верно сказал. Не Кайса, Зая, Зая. Зая, все верно. Адекерри, Зая. А здесь Тристана, да, все верно. Чего вы меня путаете? Чего вы меня путаете? Я сам запутаюсь, не надо меня путать. Я сам справлюсь и без вас. Катерри, что выиграет сильнее сетап. Вышел в лес, вышел в мид и топ, и Алистар. Да, это лейнинг фаза, это мидгейм, но это плохо лейт. Плохо лейт. Плохо лейт. Срочно, срочно, плохо лейт. Ну, на самом деле, плохо лейт. Ты сам сказал Кайсу. Я говорю, я сам запутаюсь, не надо меня путать. Ариут уже на девятнадцатом патчете бафнули Дариуса и Фьороу. Чего с ними стало? Дариуса играли на чемпионате мира и весьма успешно, но по какой-то причине все команды отказались от Дариуса. Я не знаю, что с ними не так. Дариус против Ургота, да, наверное, нехорош, но от Рокса он побеждает. И Акали он тоже побеждает. Дариуса у нас сыграли, напомните, по-моему, Гамбиты, да, сыграли Латиносы два раза, разные там команды, правда, были, и сыграли Клауд Найны. И Дариус обладает винрейтом три победы, одно поражение, ну, или четыре победы, одно поражение, что-то такое. А почему вот больше их не берут, мне непонятно. По поводу Фьоры, по поводу Фьоры, ее, конечно, тяжело брать, потому что Фьора единственная из этого вот матчапа, то, что я вам назвал, побеждает от Рокса со всеми остальными чемпионами и вообще не очень хорошо идет. Инициация идет от Маты, Айбой пытается на танковости своей вытанковать Алистара и бомбочку взрывает неплохо. В этот момент Дефт пытается автоатаками перышки как-то настопать, но ничего не выходит. Дефт с Матой пошли в размен уже с первого уровня. Бет войдет, сражение за второй левел, но у Маты есть Голдер зеленый, который позволил добить очень быстро первых крипов и понимает Эдварды, что они не смогут сейчас никак организовать быстрее второй уровень. Но пока еще первый уровень можно поразмениваться. Майка подходит, дает автоатаку с Кушкой, попадает под Эфт, восстанавливает здоровье. Дальше идет по щитку, а Майка пытается вытанковать Мату, Мату прыгает в Айбое, но у него не было все еще на стаканного. Ох, какая ошибка от Маты, минус флэш. Ребят, у него не откатился Афтершок, и он зачем-то сделал инициацию, Афтершок не прокнул, потерял много здоровья. Идет сюда Скорр, битва продолжается. Второй левел, попытается Мата взять, нет, он не берет второй левел, просто делает инициацию с Игнайтом. Скорр здесь прыгает, и Айбое отправляют в серый экран. Вот это война, Кэтер Ростерсы наказывают китайцев, которые не понимали, для чего все это делалось. А делалось это, ребят, все для дешевого уровня второго ганга. Еще и Хилл, да, там Хилл был еще потрачен, дефт, я не заметил. Но Айбое уже все равно все потратил. Красиво, это было просто мастер байт от Маты. Мата все это время вел себя как дурачок, и этот розыгрыш от него сработал на ура. Да, поздно нажимает флэш 300, она не успевает уйти в сторону. Многоходовочка от Мата, да? Айбой топово флэш. Айбое лучше не вспоминайте про флэш, а кому интересно, можете посмотреть в гугле. Айбой флэш. Вам выдадут видео, чемпионат мира 2017 года, и вы улыбнетесь. Потому что это был он, человек, который проиграл тимфайт снизу, и они убегают. И они убегают успешно, но он берет и флэшится в противников. В интервью, когда у него спрашивали, он улыбнулся и сказал, что ему казалось, можно там воевать. Но мне кажется, он реально мискликнул и нажал флэш не в сторону, а именно туда. Этот момент потом хайлайтсами выбрасывали и рисовали смайлики Айбое. В смысле, ну вот это вот грустный смайлик. Глазик, подчеркивание несколько сразу, и потом еще один глазик. Ну, нолики вот эти. Ну, старт вроде неплохой для КТ, но с другой стороны, у них мидер не фармится. Лесник потерял темпа много, хотя килл себе заработал. Если ксин сможет, это дальше сноуболит, то, конечно, окей. А кто-то флэшится от ульты Аши, прямо как вчера от ульты Сиона. Да, 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 все это есть. Ошибки на чемпионате мира всегда подмечаются, и все эти игроки попадают в мемасики в интернатах. Смайп, кстати, играет с книжкой на этой линии против Аркан Кометы. Интересно, что Акали играет у нас с Аркан Кометой. Ну, без ассасининга такого, она именно с Харасом хочет на этой линии отстоять. Скоро находит Клерлава. Мог даже прыгнуть Клерлава, но побоялся, видимо, сражений, из-за того, что Алистара нет поблизости. И Орли Гейм, я уже говорил, с закатой ростерсами. Мид Гейм тоже с закатой ростерсами. Проценты там по плюс 10 где-то идут, 60 и 60. А вот Эдварды в Лейт Гейме уже почти... Ну, 65 я им дам, наверное. Потому что Тристаны сильнее Зайи, у них есть усиление для Тристаны, это Рейкан. У них есть Азир против Галлио, это вообще небо и земля чемпионы. У них есть Ноктюрн, который может быть и самостоятельный, но опять же у них есть Рейкан для этого всего действия. И Акалия, которую хрен кто убьет в Лейт Гейме, даже учитывая, что у вас есть Галлио. Так что команда Эдварда колоссально имеет Лейт. Но им нужно как-то продержаться Лейнинг фазу и как-то продержаться Мид Гейм. В Мид Гейме у них только есть Рейкан и Ноктюрн, два этих чемпиона не справятся. Одной этой стадии. Посмотрел, улыбнулась, забавный флеш. Ну да, вообще, это просто... Такое впечатление, что такое... Ай, нахер! Все, не хочу играть. Ай, бой сказал и флешнулся туда, в противников. Просто, ай, не хочу, все. Надоело тут чемпионат мира какие-то тут. Чемпионские титулы. Нафига это нужно, ребят? Лучшее интервью давайте. Ну ладно, этот хотя бы флешился, ребят. А если вы посмотрите хайлайты Дабллифта и Звена на чемпионате мира 2017 года, те ребята вообще не флешились. И многие даже шутили перед этим чемпионатом мира, что Дабллифт в этом чемпионате мира должен играть в два раза лучше, потому что у него сохраненные флеши с прошлого чемпионата мира остались. И даже его называли Даблфлэш. А некоторые начали шутить, что он за чемпионат мира прошлый три раза не нажал флеш, так что это квадрофлеш на бутлейне у команды сейчас Тим Ликвид, и Дабллифт должен как раз-таки быть во много раз сильнее. Понимаете, когда ты флеши экономишь с прошлого чемпионата мира, они, конечно же, переходят на этот чемпионат мира. Вот Звен, он прогадал. Он как бы вложил в будущее, не потратив флеши в 2017 году. А вот на чемпионат мира пробиться не смог, и теперь флеши его... Сгорели, ребят. Сгорели флеши Звена, он воспользоваться ими не сможет. Ну, правда, Реклесс, как и Айбой, флешился в одной из партий. Кстати, в Айбое, по-моему, он и флешился, да, если я правильно помню? Это же было в групповой стадии еще. Как раз они против как раз Эдвардов играли. Некоторые флешились даже от Ешки Аши, да, было-было дело на том чемпионате мира. Чемпионат мира забывает за год, и мематики остаются на всю жизнь, да? Это верно. Особенно хорошие мематики. Ургот один в два от одного и того же человека два дня подряд. Это уже такой незабываемый момент на чемпионате мира. Больше никто не будет оставлять Ургота. Кто у нас это сделал? Подождите, это команда Royalnergy Web была, да? Или это Смэп был? Подождите. Это Смэп был или или Лэтми? По-моему, это Лэтми был, да, ребят? Вот сейчас поправите вы меня. Это Лэтми был, потому что против Лекариша. Это Лэтми был, потому что Лекариш был на Атроксе как раз, да. Две игры подряд, по сути, Лэтми играл на Урготе, и оба раза одна и та же схема произошла. Он просто за Урготу убивает двоих. Так, у нас здесь Корр хочет выйти, все побузить. Ботлайн дальше, но здесь уже шестые уровни, и ничего не сделать. Акали Байзове идет впереди по фарму. Ну, вы слышали, что я говорил, надеюсь, да, ребят? Повторю еще раз. Ургот сильнее Атрокса на линии, но проигрывает ему Лэтгейм. Акали сильнее... Слабее Атрокса на линии, но выигрывает у него Лэтгейм. И Акали зато сильнее Ургота, но проигрывает ему Лэтгейм. Короче, я надеюсь, я вас не запутал. Камень, ножницы, бумаги. Короче, Акали должна побеждать. Вот что я хочу сказать. Акали и обязана здесь побеждать на этой линии. У нее нет никаких вообще проблем с ним. То есть, если она будет проигрывать линию, то это вообще непонятно, зачем была взята Акали тогда на топ-лейн. Кстати, Рэй вот во вчерашнем интервью как раз говорил перед матчем против Импакта, что он стал более пассивно играть. И команда не то, чтобы ему не доверяет больше хардкерри чемпионов, а просто играет не через них. Как же Мата в наглую просто делает инициацию. Галя прилетает снизу. Сразу же у нас летит сюда телепортация. Акали прилетает. Клерлав дает ульту, но просто чтобы выключить свет. Дальше продолжает погоню. Дефт нажимает ульту. Флэшится Майка. Пытается достать хоть до кого-то. И ошибается Майка. Но переключается к хорошим подкидываниям по нескольким игрокам. Но не хватает урона команде Эдуардов. И они просто теряют Райкана. С одной стороны вроде бы сделали все верно. А с другой вот опять та самая ситуация. У вас слабее чемпионы. Ну слабее они. Ну не надо так делать. Олдин от маты. Вы ушли в сторону. Все. Ну попытайтесь побить немножко вышку на меде. Ну не нужна Акали вообще здесь. Зачем? Зачем лететь сюда? Зачем Клерлав сюда дал ульту? Майка делает флэш и не успевает. А почему Майка не давал ульту, когда Клерлав ворвался? Вот тоже такой момент. Ведь проще было с Ноктюрном прыгнуть, правда же? Ну вот ошибочки, ошибочки. 2-0 у нас счет. Плюс полторы тысячи у команды КТ Ростерс. И лейдинг фаза очевидно уже будет за командой КТ. Вопрос только смогут ли они дальше сноуболить. На этом кстати еще и Акали потеряла много фарма на топ-лейне, потому что позже прилетел Смэйп. Лучше линию оставив. Еще один Тауэрдайв. Повторение матч заикания, как говорится. Минус Майка, у которого нет самунирспеллов. И возможно минус Айбой, потому что его уже поймал Ургот. А, лол! Алистар у нас умер. Ну ладно, килл в килл. Хотя Алистар, по-моему, не должен был здесь умирать. Не доиграл немножко мата на своем чемпионе. Корейцы довольны. Понятное дело. Ой, представьте вообще, как горит попка у корейцев. Ведь это чемпионат мира, который проводится в Корее. А ваша сборная, можно сказать, так играет. Ваши чемпионы мира еле-еле 1-2 заканчивают первый круг. Ваша вторая команда отыгрывает 1-2. Причем тоже еле-еле выигрывает только у отсайдеров этой группы. И вот только есть команда КТ Роллстерс, вокруг которой приходится уже молиться, чтобы у этих ребят хотя бы все получилось. Клерла пытается забрать здесь себе Геральтку. У него это получается откидывает его мата, потому что... Не знаю, почему он его решил откинуть, а не просто дать подкидывание. Ну ладно. Ой, опять перышки сработали. Мне интересно, как Мейка сделал килл на мате. Игнаета вроде нет. Идет подкидывание. Мейка отходит. Попадает в стан. Вышка все еще бьет мату. Он прыгает, подкидывает его в последний момент. Дает проказ через автоатаки и кушку. Да, много урона. Вытанковал Алистар и убежать не мог из подвышки. Все понятно. Ну, он давил без ульты, потому что до этого ульты утратил. Это понятно, конечно. Но я думал, что он отойдет вовремя. То есть, тавердайв, но он решил еще автоатаку дать ненужную. Если честно, в зале старый автоатаку давал по... Как раз таки Рейкану. Рейкан там в любом случае умирал. 4-1 плюс 2 тысячи. Как же жестко корейцы сноуболят свое. Вот это Алистар, ребят. Алистар, которого эксплуатирует команда. Еще раз напоминаю. Алистар один из страшнейших чемпионов в мидгейме. Потому что у него есть бессмертие, считайте. Он может делать улыны. От него убежать невозможно. Он дает подкидывание, которого даже QSS и Клинсе не помогают. И это проблема. Большинство команд в нынешней миде, поэтому Алистара банят. Либо берут жесткие контрпики. Типа там Кенча, чтобы был проглот-заглот. Либо берут Браума, чтобы был дисенгейдж и сильнее лейт. А вот Рейкан, он себя плохо чувствует против Алистара. Ну, Маргану еще берут, правда, на чемпионате мира редко. Если вы хотите, как говорится, выиграть мидгейм, то вам нужен Алистар. Это как раз касается команды Виталиков, но об этом будем говорить уже завтра. Наверняка они будут пытаться себе выбивать Алистара, чтобы мидгеймом тащить партии. А вот Катеросторсы показывают как раз партию в стиле Виталиков. Посмотрим, смогут ли они дальше продолжить такой же темп, потому что если они сейчас успокоятся и посчитают, что они уже победили Эдвардов, то они громко могут пожалеть потом. Громко рухнуть с этого преимущества в никуда. Тристана, она, ну, по циферкам с усилением Райкана будет... Тристана сама по себе циферка 9, ребят, лейтгейм. Я вам много раз рассказывал. В то время как Зая циферка 8. Зай может до циферки 9 поднять ее Райкан. А здесь эту единичку, которую прибавляет Адекериком Райкан, он у Тристана. То есть Тристана сейчас десятка лейтгейм. А у Дефта на его чемпионе всего лишь 9. Ой, всего лишь 8, извините, оговорился. То есть настолько отставание между Адешниками будет. И лучше вам не знать, какое отставание между мидерами в лейтгейме. То есть один чемпион, который с каждым предметом становится все монстрее монстрее, чемпион, который уже через 5 минут будет на максимальном своем пауэрспайке и сильнее он стать не сможет. То есть на 20-й минуте это максималка Галлио. Дальше этот Галлио и остается таким же, как и был. Да, у него есть урон по сквишовым целям, типа Райкана, если затаунтит, он его убьет. Айбоя пытается убить, он легко отпрыгивает в сторону, но урон пропустил. Вышка на топе упала. А если Адекерик с десяткой без саппорта, что бы? Ну, я Джинксу, этого Кагмава ставлю на 9,5 баллов обычно. То есть, без саппорта все же десятку я не могу дать никому. Он танковее только. Да не сказал бы я, что он танковее относительно того, что будет делать Азер. Вы же понимаете, что такое Азер? Азер это чемпион, у которого будет 3 солдата и при этом будет щит магический от его перекатов. Перекатов и подкидывание. То есть, у него есть дисенгейдж, энгейдж, щитки и при этом тонс оф дэмэдж процентного урона. Потому что у него на шортуз собирается в билде. Алистар делает инициацию. Вся команда Эдвардов уходит в сторону. Разворот. Подкидывание. Шикарная по Галлио. Галлио резко убегает в сторону. Рэй пытается нанести хоть убийство по кому-нибудь, но попадает в экзост и отпускает команду КТ. КТшники защитили вышку ценой огромного количества здоровья и ультов. Но вышку не потеряли. Геральтка, по сути, была потеряна. То есть, по объектам Эдварды ничего не добились. Тима лучше Эда Керри. Тима лучше Эда Керри. Это однозначно. Только я не знаю, как вы лейнинг фазу будете стоять за него. Галлио вышку потерял в кустах, но залетели. Да, да, я тоже заметил, что у него W была уже потрачена. Он хотел из кустов сделать W, но не успел. А после этого Алистар сделал инициацию. Вот эти вот такие мелкие вещи тренер должен увидеть. И сразу после матча указать игрокам. Ребята, общайтесь друг с другом. Если Ноктюрн собирается давать ульту, убедись, что может за тобой прыгнуть Райкан. Если Алистар собирается сделать врыв, убедись, что все готово, чтобы Иксин тебя зафалловил. И одновременно с этим Галлио тебя зафалловил. Какой смысл туда прыгать? Ну, процентным уроном я его так назвал, да. Наговорился. Он хит-эффект. Хит-эффект, ребят. Не процентный, а он хит-эффект. На Шортус дает он хит-эффект. Солдаты бьют с автоатак Азира магическим уроном и добавляют эффекты с на Шортуса. Все верно, молодцы. И Рулай, если он соберет, это ему добавит тонкость. Ну, посмотрим, будет ли Рулай. И маска, кстати говоря. Если будет маска, появится процентный урон. Если не будет маски и Рулай, это будет просто добавочный очень сильный урон. Минус-вышку сделали КТ снизу и идут дальше. Эдварды решают сломать объект, очень важный на миде, но из-за этого они могут потерять сейчас вообще открытый ингибитор. Рей не смог, конечно же, здесь плитпушить. Рей говорит, ребят, мне тут как бы вышку ломает в открытую. Что делать? Клерлав говорит, ну, можем посражаться. Но хотим ли мы сражаться? Галлио не здесь. Галлио может на ТП прилететь. Клерлав посмотрели и разменяли две вышки, получается, Эдварды на ботлейне. И открытый ингибитор у них остался за одну вышку на миде. Солдаты не прокают. Как это не прокают? Как это не прокают? А вот это для меня стала интересной новостью. Стоп. Ладно, я не буду сейчас тогда про Азера ничего говорить. Я перепроверю все данные. И тогда поговорим. У нас с актером воруют дракона. Вот это вот важно. Хорошее подкидывание идет у нас от Скаута. Отталкивает он возможную инициацию от команды КТ. И пытается сделать врыв. У нас все же Алистарт добивается. Он своего врыва. Солдаты расставлены. Но Дисенгейдж делает уже 300 на своей ультой. КТ не могут ворваться. И, честно, они медленно так могут и проиграть игру. 4-1. Два Маутен Дрейка. КТ лидирует 4000. Но этого будет недостаточно. Если Мисс Фортуна гибрид не десятка, то Дислойка и отписка. Гибрид МФка, да. Гибрид МФка это однозначные 11 баллов. Идея для скина Азера. Он инквизитор, а его солдаты это паладины. Не, ну серьезно. Я почему-то был абсолютно уверен, что Азер прокал это. Я сейчас пытаюсь все вспомнить. В какой момент это могло поменяться, либо в какой момент я решил, что оно прокает. Кроме того, что это атака спид и абилити пауэр на Шортуз. За кого болеешь на чемпионате мира? Загамбит. Правильный ответ, да? Правильный ответ? Ну ладно. Все проверил, говорит Маковити. Не прокает. Ну ладно. Ну не прокает, так не прокает. А теперь прокает. Теперь, ребят, прокает. Процентный урон, все. Вот теперь вы выкусили, как говорится. Там маска появилась. Здесь вы уже ничего сказать не сможете. Как говорится, стример был прав. Как обычно. Правда, изначально ничего не прокало, но стример был прав. Маска появилась. У Азера есть процентный урон. Началось-то все с этого. Когда мне спросили, откуда у него процентный урон? Да, вот у него процентный урон появился. Ты же видишь? Это еще не та маска. Я думаю, ребят, что он дойдет до той маски. Эта маска еще пока не прокает. Пока нет. Но будет. Ай-яй-яй, Рэй, берегись. Берегись автомобиля, Рэй. Рэй пытается убить. Он через стеночку уходит в сторону. И команда Кейтея расстраивается. Потому что они вроде бы поймали Рэя. Но убить его не смогли, потому что он ушел в свою даблею. Клерла все еще бегает на выключенном свете чемпионе. Юкал потратил только что свой щит. Но этот щит был для того, чтобы скаут его нормально не побил. Давай, давай, маску дособирай, Азир. Я буду за Эдварда болеть. Они выиграют эту партию. Вот смотрите. Зуб даю, они выиграют эту партию. КТ ничего уже не могут. КТ как маленькие котики бегают и не понимают, где их дом. Они заблудились. Они уже потеряны. Они не понимают, что надвигается туча. Туча, которая их зальет с ног до головы. И это будет туча солдат. Туча тьмы от Клерлава. И кинжалы Акали. Зуб на шора даешь? Очевидно, что зуб на шора. Зуб геральтки. Котики, они же КТ, играют против ЕДЖ. Кто такие? Это европейские доги. Нет, ну надо Е как-то. Электродоги. Электрособачки. Электрособачки против обычных котиков играют. Или эмо-собачки. Эмо-собачки, точно. Айбой же у нас с таким лицом обычно ходит. Это как раз эмо. Так что, ребят, эмо-собачки против котиков. И я уверен, что собачки победят в конце. Потому что у них все хорошо. И вот котики пока не знают. Котик на коровке пытается ворваться. Дает подкидывание по петушку. И петушок-собачка упрыгивает в сторону. Вот это, я понимаю, игра началась. Лига-легенд настоящая. Воплоти. КТ надо форсить барона. Спасибо, капитан. Капитан котиков предлагает котикам форсить барона. И это правильное решение. Потому что других вариантов у них нет. Товар-давить никак не вариант. Потому что есть тристаны, которые выкинет рейкан со своим чармом подкидывания. И выключение света. Неприятное выключение света. Поэтому нужно как-то туда ворваться. Но вот потерянный дракон на смайт-войне, Маутен, немножко успокаивает котиков. Без Маутен-рейка, без каменного, у них нет такого быстрого убийства по нашору. И им не хочется зажимать ксинжао во время забирания этого нашора. Прямо вот на нашоре. Им уже придет туда зайти. Вард был поставлен. Тут же был выбит. И команда Эдвардов подпушивает. Открытый ингибитор. Казалось бы, Ургот начинает медленное свое хождение. Котик Ургот идет понизу. Тогда уж не барона, а змейку. Да, змейку. Тем временем, 23 минуты только прошло. Долейты еще далековато. Минут 10, а то и больше, потому что 5000 отставания. Котики лидируют. Кот-паук. Не, какой он паук? У него 8 лапок. Это кот-осминок. Котонок. Но там же инфернал. Не инфернал. И поэтому котики нажимают реколик. Реколик для котиков для того, чтобы потом пойти и огненного дракошку забрать. Как вы чувствуете, в имени дракошки есть немножко кошки. Поэтому его будет вроде как легко забрать в команде котиков. Идеальная аналитика. Что-то на уровне астрологии. Хороший удар. На самом деле он щит себе хотел прокнуть, чтобы выбивая этот вард. Такие вот мелкие фишки, на самом деле, я редко вижу от профессионалов. Он специально дал кушку по нашору, чтобы прокнуть на себя хил и щит. Чтобы если в него сделали врыв, он не был таким сквишовым. Дракошка погибает от котиков. И посмотрим, какой дракошка выпадет. Следующий. Еще один красный дракошка. О-о-о. Это уже проблема. Лейтгейм-то под вопросом становится для Эмма-собачек. Не веришь в астрологию? А он разве 6 лап? Подождите. А, да, он 6 лап. Почему 8? Кто сказал 8? Дурачок какой-то сказал 8. 6 лапок у Ургота. Ребят, вы даже не представляете, но он на самом деле Урготик. Уркотик. Он Уррр-котик. Дрокошка пригорел, да. Уррр-котик. Урр-котик от Смеба. Правда, шести лапы немного. Ну, что поделать. Мурр-котик. Ну, или можно Мурр-котик. Ладно, идет у нас здесь подпушивание. И сейчас будет проблема. Возможно, я у команды Эдвардов. Потому что КТ зашли и спокойно должны пойти выбить эти ворды. и потом устроить ловушку на Ношоре. Но нет, эмо-псы. Вышку хотят сломать. Эта вышка, она не как кость в горле, но она неприятная. Она как кость в горле котиков, потому что эмо-псы спокойно из-за этого могут стоять здесь, оборонять эту вышку и оборонять вот этот куст. А этот куст важен для объекта забирания Ношора. Через него пробираются все эмо-псы как раз к змейке. Вы забрали у нас. Все же ворды не смогли продавить котики дальше линию. Бывает. Но они реально допрыгаются. Если вы раньше не боялись за команду котиков, то теперь советую начать бояться. Эмо-псы уже вышли на вторые предметы. Законченный процентный урон уже есть у масочки. Также есть у нас почти инфин-энч. Не, а как инфин по-другому назвать? Гранька бесконечность. Гранька. Это как галька, только гранька. Гранька бесконечности уже тоже должна быть на базе у Айбоя. По сути, там нету армора никакого вообще у команды КТ, и гранька уже будет частощить. То есть у него три предмета накрыты, скорость атаки, все как надо, и еще майка есть у него. Майка, которая с Закей играет. Привет. И эмо-псы выходят на тропу войны. Они уже начинают выходить из-под своих вышек. Вышку они на меде Терра-2 все еще не потеряли, но помните, Азир может даже поставить. То есть теоретически эмо-псы могут сейчас пойти вперед, поставить вышку на меде и пройти дальше давить. Это к тому, что они за дракона будут точно сражаться, инфернального. И КТ нежелательно затягивать этот момент. А сейчас вот зайти все же в Красный Лес, прогнать их из Красного Леса, потому что вы вроде как сильнее в узком пространстве, а не на открытом. На открытом будет проблема. Хотя, с другой стороны, там Азиры. Впятером идут котики по меду, Азир тут же ставит солдат, вышка упадет все же, успевает продавить. С трудом каким, но все же справились. На 28-й минуте только продавили Терра-2. А на Шоре даже не думают. Это лейт-гейм не за ними. Ой-ой-ой. Что за узкое пространство? Вот оно, узкое пространство. Лезет в него котики. Правильно делают. Хотя тут, я говорю, для Азира хорошее пространство для сражения. Хорошая инициация! Ловит у нас Клерлав. Клерлав не выключает, пока свет пошла инициация. Ответ на Рэкана. Рэкан еле выживает. Вынужден был Жоню прожать. Летает у нас здесь мясо какое-то. Вайбой. Вайбой еле-еле выживает. Ли. Вроде да. И Рэй тоже ему не хватает урона. Не смог Азир здесь себя проявить. Рэй погибает, скорее всего. Котики. Эмапсов все же в узком пространстве побеждает. Почему узкое пространство им хорошо? Это перышки Дефта. Это Ксинжао со своей ультой. Это, конечно же, Галлио с таунтом и своей ультой сверху. Котики. Котики кричат у нас болельщики из Кореи. А Эдвардом в узком пространстве хорошо заходил вот Рэйкан со своей ультой. Он мог как раз пробежаться по всем. И Азир. Но Азир что-то как-то тупанул. Он не ворвался, ничего не кинул. Просто стоял в сторонке и смотрел. Смотрите внимательно. Азир поставил солдат и у него нет прыжка теперь. Он может прыгать только сюда. Поэтому по нему делают мгновенный врыв. Он отфлэшивается, ждет, пока солдаты откатятся. Эти солдаты потерялись. Новых он ставит. И вот сейчас надо было прыгать ему. Вот в этот момент надо было прыгать и выкидывать этих игроков, чтобы спасти Айбоя и спасти остальных. Но он испугался. Он стоял и бил, но и толком никого не бил. Побоялся просто идти дальше. Ну а Рэй, ему не хватило урона. Он чуть-чуть почти убил Галлио. Чуть-чуть почти убил Уркотика. Но все. И Мата на Али Стария, вытанковыв и сделав инициацию, чувствую, вытащил все же эту партию из опасной ситуации. Там реально очень близко было уже все. Там Уркотик, Айбой, с флэша поймал. Да, Айбой, как пес войны сыграл. это что там за урон такой это ульта уркотика ургот наносит ультой свои 25 процентов экзекьют урон там получается если у тебя меньше 25 процентов здоровья ты умираешь в ургота ульте и чтобы защититься от этого тебе нужно иметь здоровье 25 процентов здоровья это чтобы было больше девяти тысяч девятьсот девятьсот девяносто девяти хорошая инициация по ибои но он успевает отпрыгнуть его пытается спасти мейка мейка его щиточками все же своими вытаскивает это минус ингибитор как же идеально все же эти сильные команды на шоры исполняют смотришь на это загляденье никаких медленных пушей 3 1 1 просто идем и заканчиваем партию команда котиков громит в этой партии все же команду м апсов процентного урона набрал у нас и рэй видите взял тоже маску также есть она маска у скаута начинает ай бой делает last whisper но все это уже не имеет значения следующий заход команды котиков будет по топ-лей но который проведет к минус 2 ингибитором и gg зубик жалко да ладно на шор зуб не жалко далека я не играл и не столько тянет игру смотреть как как-то интереснее чем играть ну кому как но мне есть тоже некоторые игры которые я поглядываю мне их интереснее смотреть чем самому запускать 61 интересно смотреть до 61 на 30 минуте кстати у нас 15 секунд еще с нашор бафом будет команда кт но пока идти им некуда топ-лей не подпушил еще у нас галю поэтому они здесь остаются но чувствую ребят что финальное сражение даже не будет за ингибитора они просто сейчас пойдут по меду их так выглядит очень злобно дэвт идет вперед отходит команды эдвардов отдают они контроль карты полностью в этот момент азир ставит здесь вышку на оборону азира откидывается своими солдатами выкидывает ургота который потратил на это гост и райт лос глори но не страшно для эдвардов это все но помощи не даст и так ребят команда котиков заканчивает эту партию против мопсов мопсы не досидели до лейтгейма не дождались они так сказать своих косточки им остались побитыми от котиков котик урготик котик коджау 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 ксинжау да коджау катио катио калио калио это знаменитый калио на медиа у нас конечно же котик за я но это грустно но так звучит извините и у нас алистар остался как калистар это придумать калистар финальный улын идет он там вообще разгром какой-то в узком пространстве опять оказались рей не успевает ничего сделать минус вышка минус к конец игры юкал калио просто да котя стар котя стар вот это мне нравится котя стар это хорошо котя стар от маты был mvp как мне кажется этой партии именно он уверенно и агрессивно одновременно играл и партию своей команде подарил подарил хочу рифму поэтому будет подарил остановись уже с котами ужасно слушать типа вернусь трансляцию а ух ты ж ну ужасно ребят ужасно кати старе у кати старе у бедняжка одну трансляцию не может потерпеть ургот это воины средневековья с топором сапогами и шлемом о как за победу котиков но котики вот они вышли вот александр который сделал подарок этим стримом да возможно это шутка старая стихах я конечно не мастер но в рифму говорю всегда стер кони зуб зуб на шора нет я отказываюсь стример всегда прав поэтому возможно эдварды победили понимаете вот я видел на лицах котиков они когда убивали псов они такие но это не победа это поражение наш регион все равно проигрывает китаю и китай морально победил поэтому зуб остается у стримера